Да, сказано, и он сдерживает свой гнев. Сдерживает свой гнев для чего? Для юрды араб-багу, чтобы получить благосклонность и довольство своего Господа и, наоборот, разозлить своего врага, то есть разозлить Шейпана. Это называется калвмуль-гайз, сдерживание гнева, сдерживание раздражения. Человек, конечно, есть такой человек, который не гневается? Нет такого человека, человек гневается, природа такая человека, гневается. Но чем отличается праведный человек? Тем, что он сдерживает порывы своего гнева. Калвумль-гайз, удерживает свой гнев и не проявляет его, он его скрывает там в душе. Он сдерживает его. Еще выше, чем калвумль-гайз. Калвум, это что? Сдерживание, да гнева. Еще выше, это аль-афу, то есть прощение. Поэтому Аллах, субханитар сулли, аль-Имран, вспоминает эти качества и говорит, как? Те, которые сдерживают свой гнев, а потом еще выше. И прощают людей. Валлах, любит благодейщих. Дальше приводится слова, чем у Сану Тиме, он говорит, То есть, квинтассенция, совокупность, совокупность благих качеств в отношении людей, проявление благих качеств в отношении людей. В чем заключается? То есть, если ты хочешь взять вот так и описать, да, совокупность, одним словом описать. Хорошее обращение с людьми, хуснуль-хурлок. Он говорит, Это то, что ты с тем, кто рвет с тобой отношения, поддерживаешь связь. Субханитар, многие из нас так поступают. С тем, который с тобой рвет, ты поддерживаешь с ним связь. Бессалам, давай ему салам. Валь-икрам, оказывай ему уважение, почтение. Вад-дуа и лаву. И совершай за него дуа. Если у нас с кем-то ссором, мы часто за этого человека делаем дуа. Хорошая дуа. Валь-изтихфар. Прося за него у Аллаха прощения. Ва-сана алейхи. Хорошо отзываясь о нем. Уже есть какие-то хорошие качества. По меньшей мере, он мусульманин. А если он еще последствий с умной. Хорошо отзываться о нем. Ва-с-зияра тилеву. Посещая его. То есть, он с тобой рвет. А ты еще посещаешь его. Ва-турти ман-хармака. Мин-та-алим валь-ман-фаати валь-мали. Ты даешь тому, который тебя лишает. Обучая его. Принося пользу посредством имущества. Ва-та-фу-ан-ман-залима. Прощаешь того, который причинил тебе несправедливость в отношении жизни. То есть, он кого-то там побил. Тебя или своих родственников. Или там убийство произошло какое-то с его стороны. Или посягнул на имущество. Или на честь ты прощаешь. Некоторые из этих вещей. Ва-аджиб, говорите на тайме. Перечисленных. Некоторые из них. Ва-аджиб вообще. Аллаху акбар. Некоторые. Мустахаб. Желательно. И так он говорит, что это. Аль-джимау. Аль-хулик. Аль-хасан. То есть, квитэссенция. Вся полнота. Аль-хулик. Аль-хасан. Благой. Нравственности. Заключается. Вот в этой вещи. Какой вещи? Мусульманин. Возвышается. Своей нравственностью. на такой высокий уровень. На такую возвышенную степень. А если человек обращается с людьми так, как они с ним обращаются, то это легко. И многие люди так могут поступать. Это несложно. Но вся прелесть, самая главная, главная цель, это то, что выше этого. А что выше этого, это калтмуль-фаид, сдерживать гнев, это аль-афу, это прощение. И другие вещи, которые упомянули Шейхсену Таймия. Но такие вещи даются кому? Кто на это способен? Только те люди, которых Аллах Субханава Тааля почтил, даровав им высокую душу. Это высокие души только на это способны. Кого Аллах наделил холюк-адзим, великой нравственностью. Только он может достичь такого уровня. Мы просим Аллах Субханава Тааля сделать нас из таковых. Аминь.